Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Под запрет на шашлыки автоматически попадают такие потенциальные места для барбекю, как зоны зеленых насаждений в городе, гаражи и, само собой, леса. Тропа здоровья и в будние дни не пустует, а в праздники желающих отправиться в лес на пикник будет, хоть отбавляй. Нарушения, допущенные в период действия особого режима, повлечут еще больше увеличения штрафа. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлен запрет на сжигание мусора, разведение костров на территории населенного пункта, на территории садоводческих и огороднических кооперативов. Также хочу напомнить, что разведение костров, сжигание мусора на территории лесных массивов также запрещено. И хотел бы напомнить вам о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в период проведения майских праздников. В эти дни комиссия по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций проводит расширенные совещания. Говорят, кажется, о прописных истинах. Обеспечить доступ к гидрантам, находящимся в ведении предприятия, убрать на территории мусор и провести профилактику среди сотрудников, учащихся студентов. Управление образованием, учреждением образования необходимо провести работу с детьми, дабы не допустить шалости с огнем, обращая внимание особенно к сельской местности. Особое внимание присутствующих обратили на участие в субботниках, в том числе и по очистке прилегающих к лесу территорий. В мероприятиях нужно задействовать как можно больше людей. В целях подготовки к пожароопасному периоду 2019 года прошу руководителям организации всех форм собственности создавать из числа работников договоренные пожарные дружины, принять и приводить в исправное состояние источники противопожарного возоснабжения, обеспечивать им соответствующее обозначение. Специалисты еще раз напомнили, чтобы садоводы воздержались от пала травы. Он разрушает плодородный слой почвы, на восстановление которого понадобится десятки лет. Лилия Гарифульна, Азат Давлетшин, Время новостей.